Измерение сатаны. Первое, что следует сделать, когда решается следовать по пути сатаны, это постараться понять, кто такой сатана. Это фундаментально для наших отношений с ним, чтобы мы могли получить все преимущества, которые он может нам предоставить. Сатана – творческое существо, бог той же величины и магнитуды, что и бог христиан, только его личность и способ действия отличаются. Мы не можем рассматривать его как духовное существо, не можем принижать его и не уважать, придавая ему меньшие положения, чем он действительно занимает в этой бескрайней и таинственной вселенной. Часто люди хотят видеть его, трогать его, в общем, считают, что он всего лишь еще один дух и как таковой может быть увиден или вызван на ритуалах. Это не так просто. Сатана – присутствующий бог, и он общается с нами, но в основном через интуиции и сны. Поэтому необходимо открыть наш духовный канал, принять его как нашего единственного бога, но искренне и преданно, потому что он знает сердце каждого. Действуя так, честно и истинно, вы сможете слышать его голос в своем разуме, отвечающий на ваши вопросы, давая вам указания, указывая на лучший путь или решение всегда. Также обратите внимание на тонкие знаки, которые он всегда любит оставлять, особенно через число шести, которое является его любимым знаком. Никогда не забывайте его учение, нужно иметь глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. Слава сатане!